Телеканал КРТ представляет Профилактический поступок в области медицины намного позволяет иметь, во-первых, здоровое население, во-вторых, тратить меньше ресурсов, и это позволило нам именно иметь сейчас такие, но для этого мы сильно и очень интенсивно работали. Мы живем в тропической стране, это у нас бывает, поэтому мы с эпидемиологической точки зрения имеем очень сильную подготовку, потому что у нас каждый год какая-то будет всегда или Денге, или Чикунгуджа, или СИКа у нас идут, очередуются. Поэтому мы очень быстро реагируем над этим и быстро под контролем поставим это, но у нас есть такой опыт. Кроме того, опыт наших бригад, которые ездили в другие страны, например, против Эбола, у нас были бригады, которые ездили в африканский континент, и они там боролись против Эбола. У нас уже этот опыт есть. То есть у нас есть накопление опытов, которые сейчас при борьбе против коронавируса, мы могли их тоже поставить, ну, действовать именно по таким протоколам. И это очень много помогло нам тоже реагировать очень быстро. Я думаю, что сейчас люди могли больше всего оценить, какая сила имеет социалистическая сторона. Потому что, да, у других стран могут быть очень много ресурсов, могут быть очень хорошие больницы, могут быть очень развитие центры, научные центры. Но если они работают только для своих целей или заработка, это не отражается столько на здоровье населения, как работает социалистическая система в здравоохранении, в правах человека. Вот мы сможем посмотреть. Китай быстро, хотя и там было очень сильное проявление коронавируса, быстро смогли справиться. Вьетнам тоже самое, Куба тоже самое и так далее. Можно так посмотреть. Поэтому, я думаю, что сейчас стоит посмотреть, как осойно для медицины социалистическая структура для обслуживания населения в области медицины. Это можно учить у социалистических стран. Итак, именно я, наверное, из-за очень спокойной PM.